Я думаю, что к глубокому нашему сожалению, процессы, день индустриализации, который наблюдались без малого 25 лет, этот застой, переходящий в деградацию в том, что касается отечественной индустрии, производящих отраслей, он сопровождался и изменением в основных ценностных ориентациях общества. На сегодняшний день мы однозначно видим господство культа успеха. На первый взгляд, вроде бы это позитивное явление в действительности, приводит оно к очень мощным моральным искажениям, поскольку, когда не ставится вопрос о том, что это за успех, какой ценой он достигается, получается, что это, собственно, и несущественно. Начинается деление общества, мира на победителей, проигравших на виллеров, лузеров, и жизнь во многом становится результатом игры-случая. Поэтому этот вот фатун, этот рок никак, получается, не привязан к самим человеческим достижениям. На мой взгляд, необходимо однозначно исправлять эту ситуацию и возвращаться к культу достижений, к культу творчества, и, несомненно, вот в этом отношении производящий класс и будет носителем этой правильной и жизненной установки, и идеологены в нашем обществе. Говоря же в целом о проблеме реиндустриализации, которая активно возникла в поле общественных обсуждений после известных высказываний Владимира Владимировича Путина, ну, мы должны заметить, что это результат довольно длительного осмысления конфликсии происходящих в мире процессов. Долгое время мы находились под очарованием моделей, так называемых, постиндустриального развития. В то же время глубокий взгляд на эту проблему не позволяет сделать вывод о том, что в действительности этот постиндустриальный мир является лишь замаскированной формой такого неоколониализма. Существовать так могут только лишь те страны, которые практически эксплуатируют производящий класс других стран. То есть только в рамках подобного несправедливого во многом разделения труда глобального, когда есть мировая фабрика, а есть мировой желудок, находящийся за океаном, который только потребляет. Возникло вот это вот искаженное представление экономической модели, взгляд на то, что будущее как раз лежит за этим постиндустриальным миром в действительности так невозможно. Редактор субтитров А.Семкин